Танкист По нему легко попасть Смотрю на сетапы Вообще шикарно Девяток мало Нет каких-то там леших танков Очень сильно для меня опасных Мигает наш светлячок Сейчас чисто подсвечу Подымажите ребята Ну и конечно же все Сгрудились и ждут Как бы подымажить Ну враги действительно засвечиваются И третий дед Получает аж на целых 600 с хвостом Но тем не менее Загорается у меня лампочка Я как бы откатываюсь Помогаю нашему светляку И такой хабах Сразу мехвод Контужен Это что такое Что вражеский Федя творит А суперпершинг Вообще фугасами стреляет Ребята это что в рандоме творится Это как вообще Называется танк девятого уровня Сильно мощный Як-тигр Штурмовой АПТ В лоб получает С убийством мехвода Ну наверное так должно быть Так наверное задумано Смотрим дальше Это ж сколько АПТшек Все ж пользуются Чудесным марафоном Можно же вкачать себе Такую бабахалку Десятого уровня С пушкой Сто семьдесят миллиметров Ну это ж почти линкор Ну или хотя бы тяжелый крейсер Какой-нибудь там Времен Второй мировой Войны Ну понимаю что тут и так Два Федота стоит Церковь подпирает Ну это ж малиновка Ну кто ж тут куда будет ехать Тут же ж тот кто едет Тут и проигрывает бой Не важно там встречка Там стандартный бой Какой бы он ни был Поехал значит все Ты проиграл Ну поэтому все стоят За церковью Ну или какой-нибудь Камешек подпирают тоже И это еще прошу заметить Тут нет артиллерии Там хотя бы три штуки А лучше пять Ну понимаю что тут ловить нечего Ну думаю поеду Там еще ж кустики есть Любимые Кустики Миши Живца Вот Ну не так то было Тут светлячок вражеский приехал Он решил нас всех сзади Ата-та сделать Но не ожидал он что Ягдтигр все таки смотрит Не только в одну точку Но иногда и на миникарту И там по сторонам Посматривает Тут я прячусь Катаюсь Чтоб по мне не выстрели Танк же ж мощный Вот Но в борт получать чего-то не хочется Решаю проехать внизу Там еще холмик есть чудесный И на нем кустики Те которые Миша Очень сильно любит Они просто такие Больше трех метров И за ними можно Ягдтигра спрятать Подкатываюсь Там уже как всегда Стоят ПТшки Вот просто ПТшек Ну так чуть-чуть в этом бою есть Они же не имбовые ни разу Вот ИСУ например на восьмом уровне С пробитием 276 И Альфой 750 Ну так по полтанка Сразу бац Чтобы два раза не ходить Чего не играть на такой штуке Чудесный агрегат Все любят Всем рекомендую Она еще и не светится Ничего А чего не играть на ней Нормально Стал кустики Профит Ловишь Стоим ждем Все естественно боятся Ну а кто бы не испугался Когда столько ПТшек С такими стволами Мощными стоит Ну может что-то кто-то подсветит Ну занимательный же геймплей получается Все же прекрасно Стоим ждем У кого нервы сдадут у первого Ну вот какой-то засвет Целимся Что-то там может быть будет видно Может стрельним Не сильно хорошо видно Решаем что стрелять бесполезно туда Ждем следующего Хорошо Тишина Тепло Солнышко светит Вот так вот Играют в эту игру Появился танк Ну если кто еще умеет Стрелять сразу на гусельку его И вторая ПТшечка его добирает Ну а что нормально ведь Вот скажите мне господа А кто ж поедет то Кто поедет в таком случае На такую батарею Так может быть Что-то нужно менять Или и так хорошо Да им ждем Пока что равенство Начались какие-то подсветы И тут лора сзади возникает Ничего себе лора Танк девятого уровня Где ж ты была Попадание Ну вот же ж пушка По лоре у которой нет брони Там пробитие Под 280 И попадание Ну слава богу Вторым-то хоть забрал Вопрос А кто на этой лоре Как он не увидел Ягтигра-то И чего он так играл Что умер С двух плюх Ну тут немножко катаюсь Вдруг все-таки По мне кто-то решит стрельнуть Ну пока не решаются Ждем что будет дальше Обычная тактика Вообще малиновка Карта хорошая И на ней можно играть Просто нужно сделать Одну интересную вещь О которой я вам расскажу Чуть позже Пока ждем Заканчиваются танки Потихоньку Вон на горе Что-то происходит А возле церкови Два там наверное Ера-монаха Молятся там Что-то там Может быть они просят У бога Чтобы тот послал им Врага По которому можно было Стрельнуть Ну я ничуть не лучше Играю в том же духе А все почему Ну потому что ХП у меня казалось бы много Но если я выеду На ИСу вражескую Так как многие уже сделали То оно у меня закончится Вот приблизительно Таким же образом Бах И нету целого танка А когда же он там засветился И сколько секунд Он после этого прожил Совсем ничего Ну ничего Поиграл там Пол боя Пошел в ангар Пока равенство Ждем Опять смотрим Будет ли что-то происходить Не будет Катаемся Ждем подсвета Ну я хоть себе какое-то Нахожу Развлечение Хоть задперед катаюсь Некоторые вообще стоят на месте Но К сожалению Тех кто Просит ехать вперед Мы слушать не будем Потому что Тот кто поедет Тот проиграет Наш супер першинг Яростно там Отбивается на горе От вражеских Тяжелых танков Но Помочь ему Не получится Потому что Он там молодец Но нужно было ему В определенный момент Откатиться назад Когда он увидел Что остается один Вот И тогда бы ПТшки Из-под церкви Из холма Могли бы его прикрывать А сейчас мы банально Не достаем врага Я пытаюсь выцелить Но Там Карту переделали И сделали Такие небольшие холмики И К сожалению Ничего нельзя сделать Ну теперь мы просто ждем Враги сейчас думают Что они Побеждают И Едут вперед А мы ждем Нам нравится Конечно же Суперпершинг Батхертит У него там Полыхает Кресло под ним Он считает Что мы все Не правы Ну может быть Да Но Разработчики Считают Что вот так Должно быть Вот они Поехали Рашить Тяжелые танки И что Оп И нет Двух тяжелых танков А они думали Что сейчас Чего-то сделают Может быть Убьют кого-то Или хотя бы Постреляют Противников Остается Двое Мне ХП Довольно Много Я понимаю Что нужно Ехать Потому что Стоять Дальше Некуда Стоять Это будет Ничья А бой И вот И вот Получаю Я Что Хорошо Что у меня Ремка Осталась Потому что Без двигателя Но это вообще Штука Не ездит Тут я фейлю Тупо фейлю Я не заметил Откуда Выстрелил Этот Лев Можно ехать Почему-то Мне казалось Что где-то Он все-таки Спереди Но он Оказался Зоотехником И спрятался У коровников Но на этот момент Я еще это не понял Я пытаюсь Как-то прятаться Хотя бы Полурумбик Ему подставлять Точнее Ромбик Это неправильный термин Правильно сказать Ребро Стык Бронелистов Чтобы ему было Тяжелее пробить Ну и как-то Прячусь за холмами За кустами Ну то что Я и весь бой Собственно делал И то что делали все Ну тут слава богу Что наши федоты Решили пойти вперед Вот Они тоже не поняли Где лев Вот Потому что их там Дезориентируют Чуть-чуть Вот Я Тоже прокатываюсь Вперед Увидя что Лев не стреляет По феде Вот Несмотря на то что Нас трое Лев этот целый И он может Перестрелять Нас по одиночке Запросто Вот он светится Он возле коровника Оказывается сидел Лев возле коровника Тут я стреляю Лев попадание И есть попадание Ну что Пушка же мощная Ну Лев тоже танк мощный Это нормально Ждем Стреляю в ту же точку Вдруг там может быть Попаду куда-нибудь Откатываюсь Думаю что делать Вот целый лев Может нас всех троих убить Учитывая что Федя Уже свое На восьмом уровне Давно Отыграл И пора бы его перевести На седьмой Ну забрать там Топовую пушку Пушка может хп подрезать Там может еще что-нибудь Там обзор чуть-чуть уменьшить И вот на седьмом уровне Он бы был На своем месте Но пока Разработчики Не хотят этого делать Ну я подкатываюсь Думаю может подсвечу Ну слава богу Что кусты-то у нас тут Нормальные такие Не какие-нибудь там А Пятиметровые там Или сколько Ну ягдтигры за ними Короче спрятать можно легко Но Лева тоже Несмотря на то что танк Он маленький Вот очень сильно Такой львеночек Тоже из-за кустов Его не видно И вот мы ждем Что же делать КП у меня уже На один выстрел Ну так даю еще На всякий случай А вдруг он там дурак И в кустах стоит А не дальше спрятался Но Лева не дурак Откатился очевидно Иначе бы я его уже убил С трех выстрелов Он там же стоял Ну вперед идет наш Федя Время боя заканчивается Этого захватывающего Динамичного Я понимаю что Ну как то же надо Помогать этому Феде Ну что же он один сейчас умрет И мы уже вдвоем Против целого льва Останемся Это не хорошо будет Качусь На всех парах За Федей Федя подсвечивает Леву Лева идет вперед Вроня не пробита Вроня не пробита Ну Лева тяжелый танк Это нормально Так должно быть Вот это правильно кстати Что броня не пробита Потому что стрелять на них Туда куда нужно Ну тут я его на гуслю сажу Ну и наш второй Федя Его забирает И забирает у меня Шестой фраг Сыграл я на Ягтигре Думаю Че бы Еще тортилу Не выкатить стоковую Нормально так Тортила стоковая Мышный танк Много брони А вдруг тоже в топ попаду И как ни странно Опять Малиновка Ну че ж так то Когда куча ПТшек Все они на Малиновку Там магнит может На Малиновке какой то стоит Который ПТшки Типа Подтягивает себя Много металла Значит туда все На Малиновку Ну там еще тяжики такие Типа Е100 Маусы тоже приветствуются На Малиновке Им там Самое место Смотрю на сетапы Думаю А по ком же мне тут стрелять Кого я тут хоть пробью Со стоковой пушки то Ну ладно Че то буду делать Может быть Это мне удастся как то Батшат пишет что Он там светляк Всея Руси Сейчас он покажет Как надо играть Вот Но Светляков тут много Поэтому Обычно На Малиновке Все сразу дают Задний ход У кого танк побольше Вот До коровни какого нибудь Или кустов Или куда то Потому что Только засветишься Билет в ангар С двух выстрелов Запросто Может быть прописан Учитывая те калибры И Альфа страйки Которые тут у людей есть Ну вот Стреляю Вот пробил Вот пробил Даже чего то там И тут случается Чудесное дело 704 объект Решает что он должен Рашить И он даже Светить будет Че же ему то Дамажить кого то Или куда то ехать Можно светить Ведь Это тоже приносит Профит Ну пока все Кадешатся Там пытаются По ком то Выстрелить Кто как может Бой идет Наш Е100 Прячется там Где то в тылах Дальше всех Вот ПТшки под коровниками Дуло из окон Повысовывали И стреляют У меня только вопрос К нашим чудесным Разработчикам Почему Там 250 Миллиметров Стали Пробиваются Снарядом А деревянный Коровник Не пробивается Может он там Из каких то Нано бревен Сделан таких Или из какого то Там может Марсианского Материала Не пробил Вот Ну я тут тоже Там стреляю Как попало Фейлю на удачу Ну у меня пушечка Пока стоковая Так прокачиваю ПТшечку Ну не пробил Что же сделаешь Будем учиться Стрелять Изучать слабые места Может быть Ну или просто Купим там Голды Пофармим На каких нибудь Танках Купим голды И будем пытаться Стрелять голдой И удивляться Как голдой Не пробил Там Опять же Тишина Покойствие Солнечный день На Малиновке Спасибо разработчикам Что не включают Там дожди Всякие Иначе бы уныние Началось У всех Пока постреливаю Бой идет Чего там Есть 15 минут Можно что то делать Можно ничего не делать Ну а как ты что то будешь делать Когда такие стволы Вот И как только ты высовываешься Хоть чуть-чуть Загорается лампочка Ну лампочку Всем дали Ну или по крайней мере До 10 уровня Все уже там Вкачиваются Только вылез Лампочка Загорелась Ну и хорошо С одной стороны Что она загорелась Потому что Если бы не загорелась Так в ангар бы ушел Вот Ну думаю Хватит мне тут стоять Поеду Я там куда нибудь Может прорашу На ПТшке Девятого уровня Чего не прорашить Но вначале Нужно Отъехать подальше Прежде чем бортом Кому нибудь Поворачиваться Потому что Там у них Тоже на точках Стоят танки Средние с хорошим обзором И могут подсветить И все Привет Поехали в ангар Ну пытаюсь По дальнему кругу Там как-то объехать Ну вот так вот Еду Это еще Слава богу Что тут Грунты такие Не такие Как на топе Там или На некоторых веселых картах Где танки Вообще не ездят Ну еду Надо же как-то Помогать союзникам С той точки Не постреляешь Еду дальше Может В чем-нибудь Другом месте Где-то пользу Буду приносить Но тем не менее Все вот это Действо Оно подводит К одному Интересному вопросу А зачем На вот такие Карты Отправлять Такие ПТ Как Тартоис Там например Или Т28 Т95 Чего они тут Делают Разве Они могут Тут нормально Играть То что Там У кого-то Есть Брони Немножко Может оно Где-то Спасет Один раз Но это Ж еще Артиллерии Нету Ну зачем На этой Карте ПТ Зачем Вообще В игре ПТ Которые Могут С одного Выстрела Половину ХП Танку Снять Неужели Это Добавляет Интереса Или Как-то Динамики Когда Ты знаешь Что ты Едешь Вот Было бы Сейчас Тут 15 на 15 Т54 Или Там Лоры Хомяки Ну Кто угодно Вазики Там Не важно Десятого Уровня Средние Танки Но Наверное Движуха Какая-то Была Все же Кто-то Куда-то Поехал Что-то Пытался Делать Они Подпирали Коровники Все Вот эти Ребята Может Стоит Сделать Иначе Может Пускай Играют Как-то Средние Танки Со Средними Танками Ну Или Средние С тяжелыми Вместе Против Средних С тяжелыми Не Надо Отправлять На большие Открытые Карты Медленные ПТ Может Вообще Не стоит Всю технику Бросать В кучу Ведь Реальное Как любят Горить Историчного Так Не было Это же Не исторично Когда Все вот Это В одной Куче Многие Ж танки У нас Вообще Занимаются Не тем Чем Они в жизни Занимались Не зря У нас ПТшки Переделывают Тяжелые Танки Тяжелые Танки В ПТшки Или в артиллерию Там чего-то Кого-то Переделывают Потому что Как-то так сделали А оно Что-то не играется Так нормально Или сильно гнет Или наоборот Невозможно играть Ну не страшно Ошиблись Не получилось Так задумывало Ну так можно же Переделать Что-то поменять Вот И может Будет нормально Ну светляки У нас закончились Те что раньше Светили Сейчас вот поехал Девятого уровня Танк светить Вот он мчится У него еще много ХП Сейчас он там Хочет подсветить Выскакивает Куда-то там Заветным кустами С которых он Хочет посветить И получает Но больше чем На тысячу Он получает Потому что Там танк стоит У которого Альфа Тысячу Ну вот и Поиграл парень Он зашел в бой Решил на среднем Танке поиграть Там Может Кого-то за карусели Где-то там В динамике Что-то сделать Но он этого не делает Он стоит Так вот Если бы не было Тут этих ПТшек Тебе ребята На средних танках Поиграли бы нормально Скорее всего Где-то Куда-то Кто-то ворвался Что-то бы сделал Вот ПТшки Может попали На какую-то Другую карту Пригодную Для ПТшек Там бы тоже Друг с другом Воевали Или с кем-то С тяжелыми танками Броня не пробита Вот Они страдали бы Когда Они попадают На открытые карты Их Средние танки Просто Что хотят с ними То и делают Потому что У тебя нет Ни скорости Вот Чтобы их Как-то Законтрить Ну и Собственно говоря Ну как это Может быть И зачем Это в принципе Сделано Когда Все в одной Куче Если есть У врага Светляк Толковый Значит он Тут все это Светит Карту И потихоньку Даже самые Мощные танки Умирают Ну Пока Всех устраивает Разработчиков Такая ситуация Ну будем Потихонечку Играть Будем стоять В кустах Ну И ждать За света Бой заканчивается Остается Один враг Топиться Он что-то Не хочет Хотя Наверное Уже Пора